друзья всем привет сегодня они в пиджачке уже приехал с отдыха и сегодня в стиле манимена видите прикупил вот такой вот сувенир в таиланде я вам сегодня расскажу самый 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 главный принцип роста обязательно досмотрите это видео до конца я вам подготовил ответы на вопросы вот я был на отдыхе собирал вопросы подготовил на них ответы и вот решил записать для вас такое видео в новой обстановочке я приехал и кардинально изменил обстановку я вот взял все свое рабочее пространство и перенес его в большую комнату потому что в спальне мне было немного неудобно работать вот так вот все это выглядит и вот ребята всем этим я вас подвожу к самому 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 главному принципу просто это смена обстановки это путешествие я вот поехал в таиланд увидел своими глазами новое я увидел что-то новое потому что если вы ребята я вам уже говорил находитесь в одной и той же рутине видите одни и те же вещи общаетесь одними и теми же людьми как вы хотите чтобы в вашу жизнь что-то пришло новое она попросту не придет нужно менять обстановку вот я приехал с таиланда понял все мне нужно изменить обстановку именно благодаря отдыху благодаря тому что ко мне пришли новые мысли мне пришли новые идеи и вот я приехал все изменил и начинаю работать дальше не обязательно чтобы у вас были деньги если у вас нету денег берите рюкзак идите в лес это тоже смена обстановки я раньше с другом ходил на выживание мы раньше ходили на выживание ну так мы это называли я приезжал к себе свой старый город мы брали рюкзаки брали еду что было дома там картошку воду ножи и шли просто в лес там мы варили суп на огне там мы добывали воду нечем было заняться до полили костер кидали ножи в деревья ну то есть просто развлекались ходили мы зимой вот вам и смена обстановки и когда ты меняешь обстановку да тебе на отдыхе могут не прийти новые идеи но когда ты возвращаешься в свою привычную среду тебе приходят новые идеи только так ребята вы будете расти но люди почему-то это не понимают они хотят чего-то нового но продолжают жить в старом но самое главное в росте вот именно что вам позволяет расти это новая информация это знание это книги это семинар это развитие благодаря этому вы не деградируйте вы идете вперед и плюс выход из зоны комфорта плюс путешествие смена обстановки это все ребята вас будет зажигать вы потом приезжайте к себе домой вот я приехал сижу вас у меня новая идея и это именно идея пришла из-за того из-за путешествий из-за того что я путешествовал я себя записываю блокнот и начинаю реализовывать эту идею и все и вот так вот вы мелкими шагами будете добиваться успеха я объяснял этот самый главный принцип на своих семинарах люди хотят заработать большие деньги люди хотят заработать 100 тысяч рублей ставить себе цели там миллион но думают на тысячу ставить себе цель 100000 но думают на тысячу и как они заработают эти 100 тысяч никак потому что у них мозг думает на тысячу прокачайте свой мозг ваш мозг должен думать на 100000 чтобы заработать эти деньги потому что многие хотят больших денег но потом даже не знает что с этими деньгами делать это как играть в новую игру ху на старом компе да у вас до потопный комп и вы туда хотите поставить новую версию какой-то там игры но не потянет комп вам нужно прокачать свое железо вот таким простым примером я это все объясняю прокачайте свое железо ваше железо это ваш мозг прокачайте свой мозг чтобы впустить новые знания и только эти знания новые приведут вас к другим заработкам приведут вас большим деньгам я думаю этот принцип понятен да так вы мне задаете вопросы о книге до когда выйдет моя книга ребята я вам скажу так я поставил цель в девятнадцатом году написать эту книгу но я очень серьезно к этому отношусь я хочу чтобы эта книга была понятно всем чтобы ее понимали и дети и взрослые написать ее для всех доступным языком я не буду эту книгу начитывать другому человеку потому что сейчас так все пишут книги вы знаете потому что у всех бизнесменам нету времени они просто начитывают а люди уже за них составляет предложение и пишут я хочу написать вот именно от себя потому что я считаю что если я кому-то буду начитывать это уже будет не моя книга понятное дело должны быть профессиональные люди которые все грамотно расставить там ну понятное дело люди будут все это корректировать именно исправлять грамотические ошибки но именно расположение да вот именно весь план я хочу составить сам как это все будет идти и на это нужно очень много времени и очень тяжело описать вот сейчас в таких условиях да вот сейчас я приехал отдыха у меня накапливаются там определенные дела я вот приезжай и это все сейчас решают чтобы написать книгу я вот слушал других ребят они там уезжают в лес куда-то в горы в какой-то дом там на месяц на полгода и там пишут книгу я наверное также поступлю это те ребята которые серьезно к этому относятся да и я считаю что мне тоже понадобится такое уединение да вот снять себе где-то домик там торговать и писать книгу все и больше ни на что не отвлекаться ну понятное дело это буду снимать все вести канал но чтобы вообще не отвлекаться на другие заботы и так какие же сейчас заботы у меня вы мне задаете вопросы чем я сейчас занимаюсь я сейчас занимаюсь недвижимостью вы мне задаете вопросы про инвестиции я сейчас занимаюсь недвижкой ну как у меня было все на первых порах я накупил в киеве квартир и теперь это все разгребаю да у меня не было четкого плана я не знал как правильно инвестировать вот есть деньги да я покупал себе квартиры а какая была цель до или это капитал или это пассивный доход то есть цели не было сейчас я в этом всем разбираюсь на эту трачу очень много времени сейчас там у меня вылазит какие-то косяки это документы я там потерял и там еще кто-то остался прописан это мне нужно что-то переоформить там какие-то долги у меня по коммуналке то есть не успеваю за всем этим следить и сейчас я вот во всем этом разбираюсь просто многие мне говорят на что ты тратишь время чем ты занимаешься друзья это очень много работы вот вести каналы торговля группа дальше вот решать эти дела с недвижимостью плюс книга блин вот весь день забит дальше вы мне задаете вопросы о покупке акций ребята я обязательно для вас сниму видео как только я куплю акции да я хочу купить акции там ну больших компаний там кока-колы это к примеру теслы apple нельзя вот просто так взять и купить акции нужно регистрироваться на брокере нужно открывать там какой-то счет нужно обязательно платить этого налоги было бы круто да приходишь магазин дайте мне там пять акций apple да ну так сделать нельзя и когда я с этим разберусь я вам покажу свой счет покажу все свои акции и подробно расскажу как купить акции потому что я хочу купить акции для инвестиций я не хочу торговать я вот хочу купить и пусть эти акции приносят мне пассивный доход если конечно же так будет если они не пойдут вниз так идем дальше теперь поговорим как инвестировать с маленьких сумм вы мне часто задаете такие вопросы вот у меня есть 100 долларов у меня есть там тысячу долларов как мне начать инвестировать подскажи какие-то проекты ребята нас таких денег серьезных заработка вы сами понимаете не будет но нет такого проекта если вы были такие проекты куда ты вкладываешь это все безопасно и ты зарабатываешь так не бывает везде конечно же есть виски я поднимался с маленьких сумм только на хайпа вы можете эту сумму свою увеличивать только на торговле и на хайп проектах все но больше нету никаких инвестиций чтобы вложить там тысячу долларов через месяц забрать 2 это только хайп проекты и торговля все хайп проекты это риски хайп проекты это вы вкидываете тысячу какой-то проекты просто ждете пирамида это пирамиды в любой момент этот проект может рухнуть и все ваши деньги сгорят поэтому сейчас когда у меня очень много подписчиков я никому не хочу советовать какие-то проекты потому что это очень рискованное занятие если вы хотите этим заниматься вы должны сами этим заниматься и полностью взять на себя всю ответственность у меня было все с этим хорошо я заходил 5 например хайпов 2 с них скамились я терял деньги на 3 зарабатывал заходил в 31 с конец она 2 зарабатывал то есть я всегда был в плюсе но это для разгона ваших денег я никому не советую вкладывать в хайп этом по 10 тысяч долларов потому что если вы вложите такие деньги он сразу закроется из-за вас потому что на хайпах капиталы они там маленькие люди туда вкидывают максимум все да это до 10 тысяч долларов это все вместе да так что большие суммы конечно же я вам туда вкидывать не советую есть два правила самых основных как зарабатывать на хайпах их нужно придерживаться первое правило вы никогда не закидывайте одну сумму в один проект вы раскидываете на 3 хайпа свои тысячу долларов на 5 хайпов да и второе правило вы никогда не реинвестируйте вы закинули один раз и все и забрали свои деньги и дальше зарабатывается только проценты здесь все бы могли зарабатывать но у людей эмоции они видят что они вложили 100 долларов у них уже 300 они хотят еще раз вложить 300 чтобы получить 600 и они так вкладывают до тех пор пока проект не закрывается то есть вы вложили один раз забрали оттуда деньги и все и дальше выкачиваете только проценты потом этот хайп закрывается все но вы уже свои деньги забрали то есть два основных правила мы не реинвестируем и мы не держим яйца в одной корзине все и так вы будете зарабатывать это самые главные принципы это для тех я сейчас рассказываю кто хочет начать с маленьких сумм вот для кого то не подходит торговля да потому что торговля это большие риски там вы переживаете вы все время в напряжении а там вы вложили в хайп проект день и все и ждете просто и выводите деньги все там ничего делать не нужно просто вкладывается пирамида обычная вы зарабатываете за счет новых людей приходят новые люди и и вы выводите можно сказать их деньги а они зарабатывают за счет новых людей и понятное дело верхушка теряет все деньги то есть нужно входить на самом начале и понятное дело нужно проверять это все и специальные сайты вот касательно инвестиций с маленьких сумм вы просили чтобы я разобрал этот вопрос так и еще хочу сказать по поводу а по поводу ссылок вы мне часто пишите зачем ты всегда эти ссылки везде там ставишь ребята я их ставлю в целях защиты когда я торгую и нету моего лица многие перезаливают мои видео на этом зарабатывают конечно же я этими ссылками не смогу полностью защититься да но все равно человеку нужно будет перерендерить видео и потом залить то есть это просто в целях защиты чтобы никто не воровал мои видео я таким способом не хочу привлечь подписчиков эти же ссылки наоборот людей раздражают и что этого не понимаю это только в целях безопасности так что пожалуйста относитесь к этому с пониманием ну и финальный вопрос о благотворительности я выпустил видео где рассказал что нужно заниматься благотворительностью во первых я там осуждал тех людей которые критикуют других но сами благотворительностью не занимаются но других они критикуют это видео было им адресовано да но на меня многие накинулись и сказали а ты сам раньше занимался благотворительностью когда у тебя не было денег да ребята занимался когда я был абсолютно нищете я все равно жертвовал людям деньги конечно же у меня там не было бюджета на это да но я мог встретить человека и отдать ему последнее ребята не было даже наверное недели чтобы я кому-то не отдал деньги я вот притягивал этих людей не аж смешно было я даже своей девушке говорю да как это возможно как я их притягиваю я стою в метро в вагоне ко мне идет человек другого конца прямо идет вот на меня чисто идет и смотрит на меня подходит прямо ко мне и говорит мужик пожалуйста ну нужны деньги начиная там рассказывать свою историю я там достаю полтос отдаю ему последний полтос все жертву людям деньги было очень много ситуаций помню когда я шел с клуба когда еще был в универе у меня тоже оставались последние деньги я тогда не знаю я тогда шел пешком почему-то тогда не вызвал такси и решил пройтись пешком эти было час аж и вот у меня оставались деньги и я встретил человека не помню что ему было нужно деньги мы были нужны но он попал в какую-то беду этот человек был нормальным видно было по одежде и он мне хотела дать перчатки часы он все снимал и говорил вот бери что я тебе могу еще дать как я могу тебя отблагодарить я говорю не надо и отдал человеку тоже последние деньги помню в своем городе когда я ждал друга у реки там на пляже были такие ямы с мусором я вот вижу там женщина ходит собирает мусор тоже нормально была одета я подхожу и говорю можно вам помочь она говорит блин если тебе не тяжело помоги и я тоже этой женщине помог и вот от этих людей я сам получал какой-то заряд они говорили спасибо тебе большое счастье тебе тоже хотели за меня ставить свечки и в первую очередь ребята выделать это для себя потому что когда я был в общаге я вот давал вот этим ребятам которые ходят с корзинками не с корзинами а с этими коробками прозрачными на лечение на операцию я давал всегда деньги мне друзья говорили зачем ты даешь это же развод я говорю да какая разница развод это не развод я даю для себя я отдал и мне на душе хорошо делайте это в первую очередь для себя какая вам разница куда-то человек потратить эти деньги пропьет куда-то их там себе засунет неважно вы это делаете для себя еще помню был один случай ну рассказываю вам те случаи которые очень не запомнились я шел через свой двор кожи у себя это было в городе я тогда нормально зарабатывал на ю тубе и там бабушка вытряхивала одеяло там какие-то одна мучилась перекидывала через эту планку эти одеяла не у нее падали короче я помог ей вытрусить одеяло беру их заносить к ней в квартиру заношу в квартиру а там вообще пустота там ничего нет я сложил эти одеяла и она говорит подожди я хочу тебя отблагодарить идет на кухню и приносит мне орехи говорит у меня ничего для тебя нет у меня есть орехи и я говорю давайте я вам помогу не надо мне этих орехов но у меня это так поразило я тоже там дал и 500 гривен тогда помню вот помог просто знаете я могу делать хорошие поступки когда мне этого хочется я вам говорю что я не делаю их когда у меня просят потому что у меня сейчас просит в личке по 100 человек 100 человек у меня просит там по тысячи я сто тысяч буду терять в день если буду каждому давать деньги понимаете делайте это когда вам хочется не попрошайничайте а отдавайте я вот недавно платном туалете тоже оставил тысячу рублей ну смотрю я на эту женщину сиди там в этом окошечке она такая какая-то измученная не знаю я говорю держите вам 500 гривен но такая что как зачем а почему шоке просто было это мне нет берите сдачу вам она вообще растерялась полностью я просто отдал и ушел то есть просто делайте добро когда вам хочется и вот отвечаю на ваш вопрос делал ли ты хорошие поступки когда у тебя не было денег занимался ли ты благотворительностью да я занимался благотворительностью не важно сколько у вас денег вы можете отдавать по 10 рублей все это могут делать главное это делать ну что друзья я на этом буду с вами прощаться я надеюсь мы обсудили все самые главные вопросы как всегда я надеюсь это видео получилось очень полезным и интересным в конце вышло солнышко а солнышко это хорошо свет это хорошо а солнце светит только хорошим людям она появилась в конце видео значит все что я сказал это правильно потому что свет это хорошо вот так вот я для себя это интерпретирую друзья подписывайтесь на мой инстаграм там вы обо всем сможете узнать самыми первыми там еще будет много фоток из таиланда там будут мини-влоги из таиланда в сториз также я для вас готовлю два крутых влога из таиланда следующее видео будет о торговле будем торговать подписывайтесь на все мои оригинальные страницы они в описании все каналы подписывайтесь на них они тоже в описании не ведитесь на мошенников подписывайтесь на мой основной канал и обязательно 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 поставьте этому видео лайк всех люблю целую да сбудутся все ваши мечты да прибудут с вами деньги всем пока